Друзья, с нами на связи из Америки Тихон Дзятко, главный редактор телеганала «Дождь» и его многолетний корреспондент и ведущий. Ну, сразу сделаю сноску, как говорят в Америке, что я часто был гостем телеганала «Дождь» последние годы по темам, связанным с постсоветским пространством, ну и выходил в памятные эфиры «Дождя» в первые дни войны и последние дни российского существования канала. И вот новость о том, что в отношении вашего канала, Тихон, открыто административное дело за сюжет, в котором говорится о возможной поддержке российской армии. И есть уже факт давления со стороны политического руководства Латвии, страны, где вы находитесь и, собственно, зарегистрированы. Вопрос очень простой, Тихон. Что это было? Спасибо большое за возможность обозначить нашу позицию, рассказать, собственно, что произошло, потому что, к сожалению, за последние двое суток появилось очень много неверных интерпретаций и очень много всего между собой спуталось, скажем так. Давайте я расскажу по порядку. В середине сентября, когда Владимир Путин объявил о начале так называемой частичной, а мы понимаем, что она никакая не частичная, мобилизации в Российской Федерации, мы, понимая преступность этой мобилизации и желая распространить эту информацию среди как можно большего количества людей в Российской Федерации, мы завели специальный ящик, который называется Армия Собака Тиверейн.ТВ. И мы стали получать огромное количество писем на этот ящик, где люди писали о том, как их призывают, о том, что они не знают, как им, значит, избежать мобилизации, о том, что они не хотят ехать, но их призывают, несмотря на их такую категорию, сихую категорию и все прочее. Мы, исходя из этого, сделали довольно много материалов в эфире «Дождя». Материалы все эти имели единственную направленность. Она заключалась в следующем. Уважаемые зрители, если вы думаете, что эта мобилизация обойдет вас стороной, потому что по формальным признакам вы под нее не подпадаете, то это будет не так, вас обманут. Вот, смотрите, обманули человека номер один, человека номер два, человека номер три. Поэтому используйте любую возможность. Бегите, уезжайте в Казахстан, в Грузию, не знаю, куда еще. Уезжайте в деревню к бабушке в Тверскую область или куда-то еще с тем, чтобы не принимать участие в этой преступной мобилизации и в этой преступной войне. Нужно сказать, что это, по моему глубокому убеждению, имело свои плоды. Потому что на волне мобилизации, на волне наших рассказов о бесчеловечности и преступности этой меры, к нам пришло около семи миллионов новых зрителей из Российской Федерации. Более того, статистика Ютуба довольно четко нам показывает, что эти семь миллионов человек, они раньше не смотрели Дождь. Что здесь также важно, это то, что из этих семи миллионов 80% осталось. 80% продолжили смотреть новости телеканала Дождь, продолжили смотреть позиции украинских официальных лиц, продолжили смотреть репортажи о том, что российская армия делает в Украине, уничтожая города и уничтожая человеческие судьбы и убивая людей. Наш ведущий, уже наш бывший ведущий Алексей Коростелев. Да, и, соответственно, в каждом эфире мы объявляли этот адрес электронной почты, напоминаю об этом зрителям. В своем эфире 1 декабря наш ведущий Алексей Коростелев, объявляя о существовании этого ящика, сказал следующее. Мы надеемся, сказал он, что благодаря вашим сообщениям, я сейчас не помню точную цитату, ее любой зритель может найти в интернете и где угодно еще. Но суть была примерно следующая. Мы надеемся, что благодаря этому российские мобилизованные получат оснащение на фронте. Как бы так это звучало? Это заявление мы считаем абсолютно недопустимым по нескольким причинам. Первая причина. Алексей Коростелев в данном случае говорил мы, как будто бы отражая позицию телеканала. Это неправильно. Позицию телеканала во всех средствах массовой информации, во всем мире может отражать только главный редактор. Позиция редакции. Может быть там дискутируемая, но позицию телеканала, наверное, еще может отражать собственным. Но уж точно не один из ведущих. Второе. Эта фраза абсолютно как бы исковеркала смысл того, чем мы занимаемся вместе с этим ящиком армии собак и Тиберин Тиби. И у большого количества зрителей создалось ложное впечатление, что мы занимаемся сбором оснащения, снаряжения, чего бы то ни было еще, российским военным. Здесь очень важно подчеркнуть, что телеканал Дождь никогда подобным не занимался, не занимается и не планирует заниматься. Поэтому мы приняли решение расстаться с Алексеем Просилевым. Это решение было непростым, потому что Алексей много работал на Дожде. Алексей профессиональный журналист и круг многих сотрудников нашей редакции. Но сейчас идет война, каждый день гибнут люди. Российская армия является той силой, которая убивает этих людей. И поэтому в ситуации войны цена неосторожной фразы, цена значительно выше, чем не в ситуации войны. Вот что произошло. Тихо, ну давайте просто глянем, если кто-то из зрителей еще не видел этого выступления. Есть сведения, есть свидетельства о том, как проходят мобилизации, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовой. И вы хотите об этом рассказать, о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщение на почту армии-собака-тиверейн.ру или пишите в наш телеграм-бот, мы практически всем отвечаем, и многие из написанных историй на нашей почте и их телеграм-бот становятся опубликованы. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас. Вот такое вот, мягко говоря, контроверсийное заявление. Думаю, каждый раз, когда вы это видите, Тихон, вам становится так же больно, как когда вы это увидели в первый раз. Ну, читая то, что Алексей после этого написал, вот знаете, он в своем посте по свежим следам сказал следующее. «Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного? О них шла, собственно, речь? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе, только тем, что рассказываю о них? Вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах в этом телеграм-канале? Помощь ли это? Такой вот риторический вопрос». Ну, и после этого я читал пост девушки Алексея, это тоже ваша многолетняя сотрудница, я с ней тоже лично знаком, Дарина Лукутина. Она пишет о своем парне Алексея как об отчаянном, честном и справедливом человеке. Она пишет, Леша один из самых порядочных людей, и я не понимаю, как можно пожертвовать сотрудникам, чтобы понравиться какому-то государству. И еще до того, как это государство увидело тебя жертвой в таком контексте, я себя сейчас не вижу. И вот буквально «Медуза» передает, что ведущий телеканал «Дождь», ваши коллеги Тихон, Маргарита Лютова и Владимир Раменский объявили об уходе после того, как их коллега был уволен. Вот Раменский пишет, что считает увольнение Алексея чудовищной ошибкой. Бросили под автобус своего, отдали на заклание близкого. Я так не могу и увольняюсь. Можете, пожалуйста, прокомментировать. Ну, я это могу прокомментировать следующим образом. Конечно, мне досадно и обидно, что коллеги, которые работали у нас не один год, что они приняли решение уйти с телеканала. Но одновременно с этим я могу эмоционально их часть поступка понять, но я не могу это принять, скажем так. Почему? Потому что здесь речь идет не о том, что кого-то бросили под автобус чьих-то тренировок или чьих-то намеков. Здесь речь идет о профессионализме. Работа в прямом эфире – это сложная штука. Я работаю в прямом эфире на телевидении, скоро будет 10 лет. А до этого я работал на протяжении 10 лет в прямом эфире радиостанции. В ходе работы в прямом эфире случаются оговорки разного свойства. Например, мои дети очень любят мем, в котором я 10 лет назад вместо фразы «Спасибо, мой Семен Закружный» сказал «Спасибо, мой Семен». Вот это такой мем. Это милая оговорка, смешная. Оговорка, неосторожно сказанная фраза, плохо сформулированная мысль. Или как угодно еще. Давайте назовем то, что сказал Алексей Коростелев. Это не стоит ни в каком сравнении с фразой «Мой Семен». Или с еще десятком смешных оговорок, которые десятки, тысяч разных ведущих делали на различных телеканалах. Поэтому здесь речь идет о профессионализме. И речь идет о том, может телеведущий сформулировать мысль правильным образом в эфире, чтобы эта мысль не создавала у кого-то впечатление, что в данном случае телеканал «Дождь» занимается оснащением российской армии. Или не вызывает. Подобное ощущение было вызвано. Но это значит, что на лицо продемонстрировал непрофессионализм. Это значит, что подобный непрофессионализм может быть проявлен еще раз. Поэтому решение об увольнении было принято. Я вас на страничке в фейсбуке читаю. Вас поддержала наша общезнакомая, известная американская журналистка российского происхождения Юлия Иоффе. Она написала, что Катерина Катрикадзе – это ваша супруга, она работает тоже на «Дожде». И вы, Тихон, приняли единственно правильное решение. Она пишет, что есть такая вещь, как последствия. В России все крайне искажено и нет справедливости нигде. Поэтому возникает ощущение, что нужно своих защищать от любых отрицательных последствий. Она пишет о том, что это и есть, собственно, влияние, может быть, даже наследие не только советской системы, но и путинизма последних 20 лет правления Путина, от которого вы таким решением пытаетесь избавиться. Ситуация для вас действительно сложная. Вы были оштрафованы на 10 тысяч евро. Причем это не в первый раз, я так понимаю. Сначала было изображение карты на вашем канале, карты, где Крым был в составе России, он был заретуширован в этот цвет. И было использовано слово «наше» по отношению к российской армии. Вы подошли очень сейчас близко к той ситуации, что вас могут, собственно, выкинуть из территории Европейского Союза. Насколько сейчас для вас все серьезно? Здесь тоже очень важно прияснить, о чем идет речь. Действительно, накануне, в пятницу, Совет по электронным медиа Латвийской Республики вынес телеканал «Дождь» в предупредение и штраф в 10 тысяч евро. За что? За два эпизода. Первый эпизод – это карта, на которой Крым был затонирован как часть Российской Федерации. Второе – это за словосочетание «наша армия» в контексте российской армии. Давайте я поясню. Что касается карты с Крымом, затонированным как часть Российской Федерации, это ошибка. Позиция абсолютного большинства сотрудников телеканала «Дождь», «Моя», например, или Екатерины Катрикадзе, по поводу незаконной аннексии Крыма в 2014 году, она прекрасно известна. И мы эту позицию… Я работал в 2014 году на «Дожде», Екатерина Катрикадзе не работала, но я как в 2014 году, находясь в Москве, говорил, что аннексия незаконна, так и после перезапуска «Дождя» в июле мы неоднократно это повторяли. Дизайнер телеканала, в спешке делая карту, взял какой-то шаблон из интернета, не посмотрел, как там что затонировано. Карта эта, она не была направлена даже на Украину и на полуостров Крым, карта касалась другой части. Это был материал о том, куда бегут мобилизованные. И центральными в этой карте были Казахстан, Грузия, Армения и страны Балтии. Внизу карты была, соответственно, Украина и полуостров Крым, который был задрапирован, затонирован как часть России. Это был взятый из интернета шаблон, поскольку материал был сделан, что называется, под эфир, то есть в спешке, то его не осмотрел корреспондент, его не осмотрел редактор. Это ошибка. Что касается нашей армии, словосочетание «наша армия», здесь же важен контекст, словосочетание «наша армия» прозвучало дважды. В программе «Анна Мангайд здесь и сейчас», когда она общалась со зрителями, и в авторской программе «Анна Немзер». Но почему я говорю, что важен контекст? Потому что словосочетание «наша армия» звучало в контексте «наша армия совершает преступления». Я, Анна Мангайд, Иоанна Немзер, граждане Российской Федерации. 70% аудитории телеканала «Дождь» в Ютубе – это жители Российской Федерации. У российской пропаганды, у российской власти есть главная идея, которая заключается в том, что нет войны. Есть какая-то маленькая специальная военная операция где-то на Луне. Вас, граждане Российской Федерации, это не касается, не думайте об этом. Так вот, наша позиция заключается в том, что происходящее с 24 февраля, на самом деле, с 2014 года, если брать отсчет с начала полумасштабного положения, то оно касается каждого гражданина Российской Федерации. Никто не существует параллельно этому. И преступление, которое совершает российская армия в Украине, это не армия планеты Альфа-Центавра. Это наша, граждан Российской Федерации, армия. И в данном случае местоимение «наше» было риторическим приемом, использованным для усиления осознания ответственности российских граждан за то, что они происходят там. Поэтому с этим решением Совета мне довольно сложно согласиться, потому что в контексте этой передачи довольно сложно увидеть коннотацию одобрения или восхваления российских вооруженных сил. Что же касается технической и юридической части, да, законодательству Латвийской Республики у телеканала «Дождь» может быть отозвана лицензия. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Потому что мне кажется, что никаких плюсов от этого не будет. Если это произойдет в Латвии, как вам сложно будет вообще переместиться в другие страны Европейского Союза? Будет ли это вообще возможно? Ну, мне сложно сейчас об этом говорить. У меня нет ответов на этот вопрос. Но да, конечно, это будет очень заметным событием. Ну, вы, наверное, Тихон, слышали имя журналиста Айдера Муждабаева. Айдер Муждабаев считает, что ваши СМИ, а также СМИ такие, как «Медуза», «Эхо» Москвы, являются так называемыми гибридами, как говорит Айдер, гибридами СМИ. Он считает, что «Дождь» сомнительной репутацией и что «Дождь», в числе прочих, которых я назвал, продолжает работать на Кремль. Тут я хочу вам предоставить возможность ему ответить. Я обещаю поговорить с вами на другие темы, более отвлеченные. Вы все-таки специалист широкого профиля. И мне интересно ваше мнение по поводу процессов, которые сейчас происходят в России, что касается войны в Украине. Ну вот недавно, буквально на днях, прошел форум свободной России в Вильнюсе, организатор форума Гарри Каспаров. Там выступал Айдер Муждабаев. Вот я хочу показать кусок его выступления. Надо понимать, что то, что говорит Айдер, действительно имеет поддержку среди многих журналистов и просто обывателей в Украине. Вот давай попробуем разобраться, мне интересно и ваше мнение. Дождь, очень коротко. Много не буду рассказывать. 15-й год, я стою на блокаде Крыма, я в Украине. С этой стороны, с той стороны стоит либеральный журналист Роменский. Говорит, я нахожусь здесь, в Крыму, в России. Это 400 метров по мосту Чангар. После чего его запрещают канал в Украине. После чего Роменский во дворе московского офиса «Дождя». Ему Лобков, будущий сотрудник Russia Today, теперь уже бывший опять, а не так очень быстро. Отрезает ему волосы с словами типа «Прощай, Хохлянди». Ну, вот это эстетика либерального канала «Дождь». Тихон, вы знакомы с этой ситуацией, которую он описывает? Если честно, я не знаком с этой ситуацией. Но дело же не в конкретной ситуации. Дело в том, что занятно, что человек, проработавший, сколько, 10 лет, заместителем Павла Гусева в газете «Московский комсомолец» вспоминает события семилетней давности. Ну, справедливости ради, просто в этот кусок, который я показал, не вошло. Вот это покаяние, которое Айдер, собственно, выразил во время своего выступления на форуме. Сказал, что да, я виновен, я подло поступал, мне до сих пор стыдно. Он конкретно называл эту причину, как раз почему ему стыдно. Это тот факт, что он работал в определенное время с заместителем главного редактора «Московского комсомольца». Хорошо. Значит, как бы это здорово, что Айдер Муждабайев кается. Но почему-то считается, что благодаря тому, что он покаялся на форуме «Свободная Россия», он становится неким нравственным ориентиром. Смотрите, вы сказали, что Айдер Муждабаев говорит, что мы продолжаем работать на Кремль. В этом утверждении две неправды. Первая неправда заключается в работе на Кремль. Вторая неправда заключается в том, что мы продолжаем. Мы не продолжаем, потому что мы не начинали. И мы не работаем на Кремль, потому что мы на него не работаем. Довольно сложно комментировать утверждение человека, который врет. На этом же форуме «Свободная Россия» он объявил, мне прислали цитату, что Европейский Союз выделил телеканал ДОШ 18 миллионов евро. Была такая шутка в Советском Союзе, извините, где можно получить свою долю. Мне очень интересно, где можно получить свою долю. Потому что Европейский Союз не выделял не то, что 18 миллионов евро телеканал ДОШ, но не выделял ДОЖДЮ и 18 евро. Что же касается утверждения о работе на Кремль, мне хочется увидеть хоть одно содержательное на этот счет утверждение, кроме того, что неработающий уже давно на дождя Павел Лобков отстриг локот, волосы Владимира Роменского. Это просто несерьезно. Телеканал ДОШ на протяжении всей своей истории, в отличие от газеты «Московский комсомолец», в которой столь замечательно трудился Ибер Муждобаев, занимал абсолютно очевидную антипутинскую позицию, антикремлевскую. Телеканал ДОШ осуждал аннексию Крыма и называл ее незаконной. Телеканал ДОШ выступил с абсолютно очевидной антивоенной позицией, начиная с утра 24 февраля, который я встретил в эфире Телеканал ДОШ. За это сначала Телеканал ДОШ был признан в России иностранным агентом, затем Телеканал ДОШ был заблокирован в России, после этого Телеканал ДОШ был вынужден уехать из России. Вопрос 8. Я помню, я включался, как я уже говорил, к вам в эфиры в первые дни войны, в ваш эфир Тихон с вашим коллегой Михаилом Фишманом. Я знаю, что вам было очень сложно работать в это время. Я так понимаю, вам вообще было поставлено условие, не использовать слово «война» в эфирах своих программ. Я правильно понимаю? Это не так. Называлось. Мы можем сейчас открыть ролик. Хорошо. В 6.30 утра я своим ртом говорю, Слава, началась война, конечно. Ну вот давай предлагаю сейчас продолжить то, что сказал Игорь Муждабаев. Возможно, вот эти события, то, что он сейчас говорит, вам более известны. Почему «Дождь» это канал? Я хочу донести это до... Я донесу когда-нибудь. И это до западных людей. Это канал политический. А никакой не свободный. Это канал абсолютно кремлевский. Потому что у них был выбор. Иметь в Украине 40 миллионов аудиторий. Они были во всех сетях. Тогда это было нормой. И иметь 150 тысяч подписчиков в России. И они выбрали 150 тысяч подписчиков в России. Даже никак не разделив эти бизнесы. То есть это не бизнес. Это идеологический проект, курируемый Кремлем. И сейчас они то же самое делают. Вот захваченный Бахмут, по их версии. Они цитируют русскую пропаганду. То есть они 8 сообщений дают в духе BBC. А 2 сообщения в духе Рео Новости. И так они делают всегда. Ну вот то, что говорит Айдер Муждабаев. В том, что у вас якобы была такая возможность выйти на огромную украинскую территорию, аудиторию. И вместо этого вы предпочли 150 тысяч россиян. Насколько это соответствует действительности? Вообще, вы не насколько послушаете. Если телеканал Дождь был запрещен вещанию в Украине. После того, не после слова Владимира Роменского. И значит, Айдер Муждабаев даже сейчас неверно цитирует слова Владимира Роменского. Телеканал Дождь был запрещен вещанию в Украине. После появления в эфире карты. С тем же самым Крымом. История в тот момент заключалась в следующем. На телеканале Дождь существовала установка. Мы не публикуем карту Российской Федерации. Почему? Потому что телеканал Дождь был между молотом и наковальником. Российский Уголовный Кодекс запрещал публиковать карту России без Крыма. А украинское законодательство запрещало демонстрацию карты России с Крымом. Соответственно, было принято решение не публиковать карту в принципе. Просто вообще не публиковать. При этом, естественно, повторюсь, всеми ведущими аннексия Крыма называлась и считалась незаконным нарушением международного права. В какой-то момент, опять же, в результате ошибки, карта была опубликована. Все. End of story. Как бы я понимаю, что очень хочется найти какого-нибудь врага. Айдеру Муждабаеву захотелось найти. В частности, в качестве врагов телеканал Дождь. Пусть тогда Айдер Муждабаев найдет реальное преступление телеканала Дождь. И я буду рад на них ответить. Ну, собственно, наверное, мысль эта для вас будет не свежа, но абсолютно очевидно, что сейчас ваше существование крайне-крайне хрупкое. Вот мысль о том, что, собственно, такой вот оплошностью технического характера можно поставить под угрозу существование всего вашего коллектива, вашего телеканала. Я не хочу подталкивать вас к мыслям о том, что ваши коллеги могли работать против вас, но это пахнет какой-то элементарной такой подставой и, ежели не вообще саботажем. То есть как легко можно просто вот такими проколами похерить всю свою работу? Вы сейчас очень точно сформулировали происходящее. Я считаю, что сейчас чертовски чувствительное время для медиа, потому что есть война. Оно еще более чувствительное для медиа вроде телеканала Дождь, которые очень сильно ориентированы на российскую аудиторию, которые одновременно с этим имеют, несмотря на невключенность в украинские кабельные сети, там где-то от 800 тысяч до миллиона зрителей в Украине ежемесячно, телеканалы, которые находятся не дома, а находятся в Латвийской республике. Это все очень чувствительно. Цена ошибки, она очень высока. Есть такое слово, которое никоим образом не спасает. Но это слово «непруха», если уж мы начали говорить такими не совсем парламентскими выражениями. Так вот это слово «непруха». Ошибка дизайнера могла касаться, я не знаю, карты Аргентины, не знаю, карты Франции. Он мог Эльзас приписать Германии и затонировать. Но произошло то, что произошло. Если в этом сознательном телеканале Дождь что-то показать, нет. Если в этом злой умысел дизайнера, абсолютно убежден, нет. Ну вот, Тихон, даже вот просто я сегодня гуглил вас, ваше имя внес в поисковик, и первое, что вплывает, Тихон Дзятко, новости. Это как раз о том, о чем я говорю, как бьют такие истории по репутации. То, что я увидел, вот этот неискушенный человек может воспринять серьезно. Вот такая новость. Игорь Стрелков, Гиркин Стрелков поблагодарил телеканал «Дождь» за переданный ему танк «Абрамс». Выразил благодарность телеканалу «Дождь» и главному редактору иностранному агенту Тихону Дзятко за приобретенный для его отряда танк «Абрамс». Журналисты купили технику на пожертвование от телемарафона за мир против войны. Я посмотрел, знаете, так ужаснулся, пока не увидел, что это сатирическое, собственно, издание. Нет, это есть знаменитое сатирическое издание «Панорама». Неоднократно мы видели примеры того, как огромное количество людей воспринимали на веру то, что писала «Панорама». И я не удивлюсь, если к моему огромному сожалению какое-то количество людей решит, что… Ну вот, я так понимаю, что даже когда это подается в таком вот сатирическом разрезе, это вам не может быть приятно. Ну, как я и обещал, давайте перейдем к другим темам. Во второй половине нашей беседы давайте поговорим о ситуации в России, в том числе с мобилизацией. Хотел бы услышать ваше мнение, Тихон. Сначала Алексей Навальный, вот как подается сейчас вашим каналам, его роль, его деятельность. Почему я спрашиваю? С самого начала войны в Украине высказывалась такая точка зрения, в том числе и на канале «Утро февраля», где я работаю. Вы, наверное, слышали про вот такое мнение, что, может быть, даже хорошо, что антикоррупционный комитет Навального не достиг успехов, в том числе, что касается его призывов бороться с коррупцией внутри вооруженных сил России. То есть представьте себе, если бы сейчас в Украине воевала не путинская коррумпированная армия, да, без должного зачастую оснащения и т.д. и т.п., а вот армия, которая была бы, знаете, дисциплинирована, хорошо обмундирована в результате вот того, что были осуществлены антикоррупционные реформы Алексея Навального и его комитета. Ну, это такое риторическое высказывание. Мы же прекрасно понимаем, что деятельность Алексея Навального и деятельность ФБК была направлена и направлена по-прежнему в первую очередь не на улучшение конкретных кейсов, а на информирование людей о сути российской власти. Направлена она на то, чтобы показывать, что суть российской власти заключается в воровстве и во лжи, с тем, чтобы как можно большее количество людей, связанных с разными отраслями российской жизни, это осознавали, и если они поддерживают российскую власть, они бы ее переставали поддерживать. Алексей Навальный, находясь в колонии с начала войны, неоднократно публикуя сообщения в своих социальных сетях, высказывался против войны, высказывался против мобилизации, называл эту войну преступной, называл мобилизацию преступной, мне кажется, его позиция на этот счет абсолютно очевидна. Хорошо, допустим, что вы скажете вообще сейчас о позиции российских либералов, либералов, в том числе Михаила Ходорковского, который, кстати, тоже выступает неоднократно приезжать на этот форум «Свободная Россия», который он упомянул в Вильнюсе, и вот идея о том, что Россия, вот хорошо бы, чтобы Россия осталась в нынешних ее границах, это важная задача для послепутинского развития России. Вот известный российский журналист Игорь Яковенко говорит, называет это вообще своего рода таким территориальным фетишизмом, а Станислав Белковский называет вообще российское государство корпорацией по охране территории. И тем не менее, вот российский либерал Михаил Ходорковский говорит о необходимости сохранить любой ценой границы. Что вы скажете по поводу этого, судя по всему, еще сохраняющегося территориального фетиша и насколько он вредит вообще перспективе нормализации России и вхождения ее в качестве члена цивилизованного, скажем так, мирового сообщества? Смотрите, я думаю, что российская власть сейчас делает все для того, чтобы напряжение в нашей Российской Федерации нарастало буквально с каждой недели. И связано, во первую очередь, это с национальными республиками, когда особенно на старте полномасштабного вторжения абсолютно как пушечное мясо в Украину отправляли жителей Дагестана, жителей Бурятии, жителей Якутии и других национальных республик. Понятно, что несмотря на то, что мы видим, с какой легкостью люди туда ехали и в каком количестве, мы же понимаем, что это не проходит без след. Мы же понимаем, что люди, которые получают похоронки, они там… Мы видели много роликов, где там радуются автомобилю или на похоронах автомобиля в качестве компенсации загибли и кормиться, или на похоронах говорят там «Он погиб за правое дело, все верно, и то все, пятое, десятое». Мы же понимаем, что это лишь несколько ярких примеров, которые как бы откладываются в общественном сознании. Но количество смертей таково, что огромное количество реакций людей мы не видим, мы не знаем, что они в головах. Но мы допускаем, что люди, естественно, они в этой ситуации, они задают вопросы федеральному центру. Какого черта вы не трогаете практически Москву, Петербург, Екатеринбург и другие большие города, там в Центральной России и на Урале, а национальные республики используете как полигон для опущенного мяса в Украине. Поэтому мне кажется, что просто российская власть все делает для того, чтобы Российская Федерация из этой войны вышла в меньших размерах и в иных границах. И более того, на самом деле, это же на самом деле, это и до войны было. Сложно признать, но есть одна фраза Владимира Путина, с которой я согласен. Это фраза, которая была им сказана лет 10 назад в рамках какого-то выступления. Он сказал, что нет скрепы, что-то в России отсутствуют скрепы, по-моему. Это очень верно, но просто не в том смысле, в котором он говорил, а просто слово мне здесь кажется подходящее. Что скрепляет Калининградскую область и Хабаровский край? Что скрепляет Якутию и, не знаю, Кабардино-Балкарию? Что скрепляет Москву и Новосибирск? Ничего не скрепляет. Я сейчас нахожусь в командировке коротких в Соединенных Штатах, и я с легкостью можно ответить на вопрос, что скрепляет 50 штатов Соединенных Штатов Америки. Что скрепляет Российскую Федерацию, сказать невозможно. И этой войной Владимир Путин делает очень много для того, чтобы этих скреп становилось еще меньше. Ну а хорошо, насколько такими вот скрепами может быть это упоение страданиями обычных украинцев? Вот Украина сейчас замерла в ожидании очередного налета. Прогнозируется рекордный вообще обстрел. Михаил Подоляк, это спикер регистрации президента, тут он говорит, что, собственно, Путин ждет наступления серьезных холодов, так, минус 8-10, чтобы уже ударить так, когда люди начнут замерзать. Ну и вы вот, Тихон, запустили недавно в Фейсбуке такую вот фотографию украинского ребенка, который стоит и заряжает свой гаджет. Вы пишете, что вот это цена русского мира, что на самом деле стоит за всеми этими бессмысленными словами об освобождении, братском народе и прочей прекрасно душной фигне. Просто одержимые своими бредовыми геополитическими идеями убийцы, которые в своем обсессивном безумии даже не успевают подумать о том, что с каждой их ракетой, каждым замерзшим или погибшим ребенком, количество тех, кто в Украине допускает даже просто холодное соседство Российской Федерации, все ближе движется к уровню статистической погрешности. Вот насколько универсально, как вы думаете, в Российской Федерации такое упоение страданиями обычных украинцев? Ну, я, во-первых, позволю себе сделать здесь небольшое уточнение. Мне кажется, это очень важно уточнение, потому что девочка на этой фотографии, она заряжает не гаджет, а ее отвезли родители на автозаправку для того, чтобы подключить ингаляток к электросети. И это, конечно, принципиально. Что же касается упоения, то мне кажется, что не нужно преувеличивать степень упоения страданиями украинцев в российском обществе. Несомненно, в российском обществе есть группа, есть часть людей, которые испытывают от этого искреннее наслаждение. И это было бы прекраснодушным и наивным это отрицать. Достаточно посмотреть комментарии не ботов, а живых людей, которые в момент появления кадров авианалетов на Киев, на Днепр, на Харьков, на Львов, на любые другие города, а потом в ответ на появление кадров обесточенных городов пишут сообщения уровня восторга, которые обычно мы видели уровень восторга в момент, прошу прощения, в момент успеха в футбольной сборной или, я не знаю, в момент наступления Нового года. Счастье наступило. Но я думаю, что эта группа на самом деле не очень велика, просто эта группа имеет доступ ко всем инструментам распространения информации. И эти люди, они сейчас владеют всем. Они владеют телевидением, они владеют радиостанциями, они владеют всеми незаблокированными сайтами, и они все внутри друг друга репостят и все это распространяют для того как раз, чтобы было ощущение, что это распространенная точка зрения. Так же, как они все это делают и для того, чтобы было ощущение, что вот эта фейковая цифра, нарисованная в ЦИОМ про 86% поддержки войны, чтобы эта цифра всеми воспринималась на веру. И она очень многими воспринимается на веру. В реальности же я глубоко убежден, и я в этом смысле согласен с социологом, философом Григорием Юдином, который говорит, что есть вот это агрессивное меньшинство за войну, которое имеет доступ ко всем сейчас основным рычагам и инструментам распространения информации, но это не более чем агрессивное меньшинство. И поэтому, если у кого-то во власти появилась идея оправдать эту войну и как бы дать двигатели этой войне под названием «Давайте будем причинять страдания украинцам, обычным украинцам», уже даже без вот этих всех басен и сказок про неонацистов, любителей Бандеры и всего прочего. Так вот, я думаю, что если подобная идея у кого-то есть, то эта идея не достигнет своего результата, потому что она уже совсем ни на чем не базируется. С какой стати человек, с которым ты много десятков лет общался, не секрет, что у абсолютного большинства российских граждан есть знакомые, друзья, родственники или знакомые знакомых среди украинцев. Так вот, как внести в голову абсолютного большинства населения идею, что с какого-то, уж простите за непарламентское выражение быдуна, эти люди вдруг должны сидеть зимой при температуре минус 15 градусов, как эту идею внести в голову, я не вижу. И мне кажется, что даже если такая задумка у кого-то есть, то эта задумка не сработает на большую часть населения России. На какую-то маленькую, агрессивную, злобную, испоганенную пропагандой или движимую своими личными интересами, несомненно. Но повторюсь, это будет малая часть. Вот с недавних пор, не знаю сколько, неделю, полторы, две, вот я заметил ваш логотип, он окрасился в цвета радуги. То есть это имеет отношение к новому репрессивному закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Вы это, Тихон, в своем фейсбуке характеризуете как очередную гомофобную ересь, которая теперь будет подписана президентовой, которая поставит в неправовое поле миллионы россиян. Это, собственно, дискриминационное такое решение. И вот вы решили таким образом поддержать ЛГБТ-сообщество России. Вот это и гомофобия, которая сейчас уже, по сути, узаконена. Вот, может быть, это было нащупано как такая скрепа глубинного народа на Владимиром Путиным. Ну, во-первых, что касается логотипа «Дождя», действительно, мы в начале недели, когда было принято Советом Федерации, был принят этот пакет законов, который касается запрета так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или нетрадиционной сексуальной ориентации, я уж не помню, какая там формулировка. Мы решили таким образом поддержать людей, которые выводятся за рамки правового поля, выводятся абсолютно незаконным образом, дискриминационным, репрессивным. Это то малое, что мы можем для них сделать. Что же касается второй части вопроса, то, несомненно, и мы об этом сегодня уже говорили, российская власть, особенно на фоне неудач на фронте, особенно на фоне того, что никто массово, как было обещано пропагандой с цветами, не вышел встречать российские войска, особенно на фоне того, что единственный областной центр, который за 10 месяцев удалось российским войскам занять, пришлось оставить под контрнаступление вооруженных сил Украины. На этом фоне у значительной части российского общества возникают вопросики, скажем так мягко, а что, собственно, там происходит. Сначала это была демилитаризация и деноцификация, мы прекрасно помним, потом это была борьба с НАТО, потом это была некая мера, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Украины, потом это была борьба с боевыми комарами и курицами, которые выращены в биолабораториях, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то, все это не выглядит убедительным. И при том, что, как я уже сегодня говорил неоднократно, невозможно всерьез относиться к официальным опросам в России, но чуть более серьезно можно относиться к закрытым опросам, которые проводит ФСО, Федеральная служба охраны. Так вот эти опросы, их данные публиковало издание «Медуза», сосылки на свои источники, показывают, что уровень поддержки войны падает и падает стремительно, и падает для российской власти критически. Поэтому нужно найти какое-то новое объяснение, которое, по мнению власти, сможет сплотить людей и в глазах людей оправдать то, что происходит, и вызвать их поддержку. Судя по всему, и мы это слышим в заявлениях, не только в связи с этим законом, но и в заявлениях, судя по всему, избран путь попробовать все это представить как борьбу цивилизаций, как борьбу ценностей. Есть мы, а есть они. Не случайно Дмитрий Медведев, бывший президент России, бывший премьер-министр России, ныне зам главы Совета безопасности, в одном из своих безумных постов он пишет, что Зеленский, кто там, антихрист, и что в Украине сатанизм, а у нас, дескать, значит, получается не сатанизм. То есть есть эта попытка представить этот конфликт борьбой цивилизации, борьбой ценностей и тем самым сплотить людей вокруг этого. Но, несмотря на то, что я сейчас буду немножко повторять свой ответ на предыдущий вопрос, но я искренне так считаю, я не думаю, что это сработает. Слишком поздно. То есть вы не можете один и тот же товар продавать 7, 8, 10, 15 раз под разными соусами. Невозможно приходящие похоронки объяснять, приходящие похоронки, санкцию, изоляцию, все что угодно, объяснять сначала деноцификации, а потом сказать, чуваки, это все то же самое, но не деноцификация, а боевые комары. А потом сделать вид, что боевых комаров не было и сказать, слушайте, на самом деле мы боремся с НАТО. А потом посмотреть и сказать, ой, черт возьми, мы боролись с НАТО, но НАТО пришло к нам еще ближе через Финляндию и Швецию. И сказать, нет, ребята, на самом деле мы боремся с геями в Украине, потому что если мы сейчас Украину не захватим, то у нас будет родитель один и родитель два, как без конца повторяет Владимир Путин. Мне кажется, что с точки зрения элементарного пиара просто это уже не может сработать слишком поздно. Надо было, ну, как бы я ни в коем случае не хочу давать никаких советов российской власти, но если смотреть на это ретроспективно, значит, нужно было сначала придумать пропагандистскую некую основу и ее придерживать. Ну, есть один из законов пиара, если вы что-то делаете, какую-то ведете компанию, то you should stick to the idea, да, как бы, а то, что ребята мечутся туда-сюда, но это вызывает лишь ощущение, это вызывает лишь, продолжая говорить в английском, это вызывает конфьюжен, это вызывает лишь удивление и недоумение у широкой публики. Я только что просто прогуглил, это мозаичное, подтвердите, как на русском звучит, мозаичное расстроение личности. Вот это сейчас происходит на уровне, да, я, в принципе, согласен с вами, что, ну, больших успехов вот такой стратегии, знаете, постоянных хаотичных изменений, собственно, Кауза Белли, да, причины этой войны, мы слышали Гундяева, да, о том, что мы все это делаем, чтобы в Донбассе не было гей-парадов. Ну, вот. Вот-вот, да, именно. Какая цена, конечно, за это платится, чтобы не было гей-парадов в Донбассе. Ну, вот у нас уже пути начинаются, музыка, у нас тут концерт сейчас записывается, вот эти звуки музыки. Я хочу поблагодарить вас, Тихон, что были с нами, пожелать вам быть осторожным, очень у вас такая ситуация, знаете, щепетильная, будьте осторожны. Спасибо за... Спасибо вам. Искренне, друзья, вы смотрели Тихона Дзянькова, главного редактора телеканала «Дождь» на нашем YouTube-канале «Фабрика новин». Пожалуйста, подписывайтесь, пошерьте наши, поделитесь нашим интервью с своими друзьями близкими, оставайтесь с нами. Тихон, еще раз спасибо. Спасибо. Bye. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!